Друзья, привет! Сегодня у нас снова рецепт из кабачков, но рецепт необычный. Мы с вами будем готовить сегодня кабачковое варенье. Да, оно очень вкусное, хоть звучит немного странно, но я думаю, что всем любителям кабачков оно обязательно понравится. Для такого варенья нам понадобится кабачок, сахар и лимон. Если лимона у вас нет, можно его заменить на лимонную кислоту. Лучше, конечно, все-таки взять целый лимон, потому что кожура нам тоже понравится и цедра дает очень интересный привкус. Итак, берем кабачок и нарезаем его на кусочки, такие, какие вам больше нравятся. Вы можете порезать кабачок мелким или крупным кубиком, или вот на такие вот дольки, как у меня на видео. Снимать кожуру с кабачка или нет, это все на ваше усмотрение. У меня кабачки молодые, кожура практически не чувствуется, поэтому я ее не очищаю. Если кожура жесткая или вы ее просто не любите, то, конечно, кабачок лучше очистить. Дальше берем лимон и тоже нарезаем его на кусочки вместе с кожурой. Здесь кожуру точно снимать не нужно. А вот косточки из лимонов лучше, конечно же, вынуть. Дальше берем кастрюлю, смешиваем в ней кабачки и лимоны, и все это дело засыпаем сахар. Если у вас есть время, вы никуда не торопитесь, можно оставить кастрюлю постоять примерно на 20-30 минут, чтобы кабачки и лимон упустили сок. Если же нет, сразу ставим кастрюлю на медленный огонь. Готовим варенье на самом медленном огне, периодически помешиваем, чтобы сахар вдруг не пригорел у нас в кастрюле. И готовим варенье после закипания примерно 30-40 минут. Если вдруг кабачок и лимон у вас не очень сочные, вы видите, что сока выделяется мало, то добавьте совсем немного воды. Вот такая вот пена у нас будет образовываться в процессе, ее можно снимать, можно не снимать. Здесь тоже как хотите, если вы будете снимать пену, то варенье получится прозрачным и красивым. А вот так вот выглядит наше готовое варенье, посмотрите, какое оно интересное. Теперь мы просто переливаем его в банку. Если вы хотите его хранить, то банку предварительно нужно стерилизовать. Я обычно банки не закатываю, я об этом всегда рассказываю и просто убираю ее в холодильник. Поэтому баночку я просто хорошенько помыла и вытерла полотенцем. Кстати, сироп от варенья можно использовать, например, для оладьев или сырников. Он тоже невероятно вкусный. Еще раз скажу всем любителям кабачков, прям настоятельно рекомендую попробовать сделать такое варенье. Напишите в комментариях, как оно вам по вкусу. Приятного аппетита!